Сегодня стало ясно, что число курортов, куда страшно ехать вслед за Египтом, Тунисом рискует пополнить традиционно популярный среди россиян Крым. Согласно заключениям экологов, вдоль Черноморского побережья у знаменитых туристических мест вроде Ласточкиного гнезда затоплены сотни металлических бочек с химическим оружием. Эти контейнеры спешно захоронили еще в 41-м перед наступлением немцев, но срок годности бочек истек, и из некоторых в морскую воду уже просачиваются ядовитые вещества. Власти Крыма признавать это отказываются, обвиняя журналистов в попытке сорвать туристический сезон. Айрат Шевалеев провел свое расследование. Такой пустынной Ялтинской набережной бывает только в конце февраля-начале марта. В отсутствие туристов капитан прогулочного катера с удовольствием соглашается поучаствовать в этой экспедиции. Тем более, что и плыть далеко не придется. Тайны Черного моря, которые нас интересуют, совсем близко от береговой линии. Аквалангист погружается в воду всего на 30 метров. Вот она, заросшая иломбочка, которая таит в себе смертельную угрозу. Вокруг Крыма, включая Керченский пролив, до 1200 контейнеров. Мы обнаружили более 500. И определили районы. По нашим данным, 11 районов, в которых осуществлялись сбросы этих контейнеров сепритом и люзитом. Это страшное наследие Второй мировой. К 41-му году в Крыму скопилось огромное количество химического оружия. Использовать его запрещала Женевская конвенция. Поэтому перед приходом немцев яды решили затопить в море. Помещали в обычные бочки. Топили, торопясь, как попало и где попало. Всплыла на поверхность эта история только потому, что бочки были рассчитаны на 70 лет. То есть срок их службы истек несколько месяцев назад. В 2010 году закончились гарантийные сроки сохранения целостности этих контейнеров. То есть теоретически получается, что в 2011 год возможны разломы этих контейнеров. На беду карта захоронения химического оружия совпадает со списком самых известных крымских мест. Вот, к примеру, Ласточкино гнездо. Вообще визитная карточка Крыма. По документам где-то здесь под водой хранится 60 бочек с химическим оружием. Каждого журналиста, рассказывающего о крымских проблемах, подозревают в намеренном срыве туристического сезона. Поэтому тут без серьезных доказательств не обойтись. Вот они. В 2004 году власти Крыма заказали исследование морского дна экологической фирме, которая по итогам работы написала отчет. В нем координаты всех мест, где обнаружено химическое оружие и точное число бочек. Тут все любимые места отдыхающих. Феодосийский залив, Ласточкино гнездо, побережье Алушты, мыс Фиолент. Тогда на документ повесили гриф «Строго секретно» и постарались о нем забыть. Журналист и депутат Верховной Рады Владимир Арьев смог их раздобыть, только пользуясь своими депутатскими полномочиями. То, что они будут эту тему прятать, эту историю прятать от людей, от этого проблема не решится. То есть в данной ситуации мы тогда просто можем прийти к тому, что будут большие человеческие жертвы. То есть если ничего не делать, закончится намного хуже. Каждая подобная бочка способна отравить все вокруг в радиусе 40 километров. Понятно, что тысячи контейнеров с ипритом угрожают всему бассейну Черного моря. Представители МЧС призывают к спокойствию. Я бы не хотел говорить об этом на телевидении и нагонять страх на жителей Севастополя и Крыма. Проблемы действительно есть. Мы знаем, где находятся эти емкости. На подводных видеокадрах заметно, что некоторые бочки явно повреждены. А Харьковская научная лаборатория, военконвейер 43, провела недавно исследование воды. У Ласточкиного гнезда превышение содержания мышьяка в 100 раз выше нормы. Есть технология, которая позволяет их консервировать порядка 700 лет. Дается создание новых больших подводных контейнеров. И подводная перегрузка этих контейнеров, вот этих маленьких, стареньких, в новые где-то по 10 штук. Ну и завариваются, там же подводные работы идут, они завариваются и все. Технология перезахоронения химического оружия не очень сложна и не чудовищно дорога. К тому же европейские страны готовы помочь финансово. Не хватает только смелости у руководства Крыма. Ведь по их расчетам уже через месяц-полтора эта пустынная Ялтинская набережная должна заполниться толпами отдыхающих. Айрат Шевалиев, Олег Кричков, Алексей Шатохин. НТВ. Из Крыма.